Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И, вы знаете, я могу сказать, что, на мой взгляд, проблема, основная проблема ваша заключается в том, что вы, на мой взгляд, недооцениваете немножко себя, если у вас такая вот заниженная самооценка, есть проблемы с самооценкой, вот. И ведете себя в целом несколько как зависимый партнер, то есть, да, молодой человек вам пренебрегает, это правда, молодой человек действительно вам пренебрегает, вот. Но вопрос здесь заключается в том, почему он реально так делает. То есть, почему он реально так поступает, то есть, вами пренебрегает, по факту. И мне кажется, что вот это связано с тем, что вы к себе относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. Мне кажется, что вы к себе относитесь, мягко говоря, обесцениваешь. Вы, конечно, можете быть со мной не согласны, я не буду с вами спорить, вот. Но для меня ситуация выглядит примерно таким образом. И, к сожалению, именно в этом я вижу проблему. Потому что, если бы вы в отношениях сразу обнажили свои личные границы и донесли бы до, например, мужчинам, что вам, к примеру, неприятно, или что вы, к примеру, не хотите, там, допустим, терпеть, что вы считаете неприемлемым и так далее, то ситуация была бы, на мой взгляд, гораздо лучше, чем она есть сейчас, когда молодой человек просто предупреждает вам по сути претензии. Вот. И ничего хорошего из этого не будет. Что касается его, такого вот, ну, в целом отношения, да, значит, к вам, то здесь я могу сказать, что это действительно проблема. Молодого человека, что его волнует, ну, денежный фред, тогда его волнует. Квартира. Там. И так далее. А вот. Это действительно проблема его. Проблематика здесь заключается в том, как вы к этому относитесь. относитесь. Вот. Как вы воспринимаете проблему молодого человека и готовили вы, скажем так, а, значит, ну, как-то вот, если можно так выразиться, отделить себя от того, чтобы он молодого человека сделал так, чтобы вас, в принципе, от него задевал. С другой стороны, постараться донести до человека, а, ну, собственно, то, что вы считаете проблемой. Для себя. Для себя, например. И на этом настаиваю. Тут один момент в том, что проблематика молодого человека, какой бы она ни была, подкрепляется, это, образно говоря, вашей такой вот, ну, неуверенностью, может быть. Вот. Вашей такой, ну, вашими, может быть, вашими сомнениями. Понимаете, в чем здесь дело. Вот. И, соответственно, в этом и есть сложность. Одному. Как мне кажется. Вот. Ну, опять же, это чисто, чисто моя, чисто мое предположение, да. Вот. И я не настаиваю на этом. Ну, мне вот видится, мне видится, мне видится так, мне видится все вот в таком инструменте ключе. Вот. И я хочу, чтобы вы, ну, понимали, как обстоят дела, на мой взгляд. В чем здесь проблема? В ваших конфликтах. Проблема в ваших конфликтах. И, ну, это вот, ам, 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 вот, вот. Вот в чем проблема. Вот, ага, и это вот основная сложность на мой взгляд. И вам, на мой взгляд, вот эту сложность нужно решать. Так, когда вы ее решите, когда и если вы ее решите, то проблематика будет решена. Ваш в отношениях тоже. А вы либо сможете донести до молодого человека свою позицию, либо нет. На этом все. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.